Приветствую всех на своем канале, друзья. Продолжаем мы с вами смотреть на новый Angular, вторую версию. И сегодня по плану мы с вами рассмотрим, что такое структурные директивы, Structural Directives, посмотрим на парочку шаблонных директив, Template Directives, ну и под конец я расскажу вам, что такое канонический стиль Использование директив. Итак, друзья, начнем мы со структурных директив. Уже одну из них мы уже использовали, это был ng4. Но давайте посмотрим, я создал быстренько маленький проектик. Все, что он может, это у нас есть переменная типа array, названная people, И метод loadPeople, в котором мы будем загружать, заполнять этот массив какими-то данными. Давайте для начала начнем писать, начнем мы со структурной директивы ng-if. Давайте создадим div и напишем no people loaded. И мы хотим показывать этот div только тогда, когда наш массив people пустой. Ну, представим, у нас есть какая-то длинная операция, которая выполняется на сервере. И пока она загружается, мы будем показывать эту надпись. Значит, используем мы структурную директиву. Структурные директивы начинаются с значка звездочки. И в нашем случае это ng-if. И в условии мы напишем, что мы хотим показывать это div тогда, когда массив people, когда его длина равна нулю. Сохраняем, смотрим. Когда компонент загружается, значит, массив people пустой. И мы видим, что надпись показывается, но people loaded. Значит, вторым пунктом мы создадим, давайте, кнопку. Протестируем, работает ли наш ng-if, когда массив не пустой. Создадим кнопку с текстом load people. И на event клик мы повесим вызов функции load people. Сохраняем, смотрим. Так, кнопка load people. Нажимаем ее. Наша надпись исчезает, да? Массив становится не пустым. ng-if условия, значит, срабатывает в false. И надпись исчезает. Исчезает не только надпись, но и весь div. Поэтому, друзья, эти директивы называются структурными, потому что они позволяют менять структуру нашего дом-документа. Второй структурной директивой, которую мы рассмотрим, будет небезызвестная нам ng-for. Для этого мы создадим an ordered list. И в элементе списка, значит, мы используем структурную директиву ng-for, у которой есть следующий синтакс. Значит, let, person мы обзовем, единичный элемент массива of и of people. Почему, друзья, такой странный синтаксис? Значит, этот синтаксис был выбран темплейт, был выбран командой, разрабатывающей TypeScript, потому что он один в один соответствует синтаксису нового джаваскрипта. Экма-скрипт, значит, 2015, да, или javascript 6. Там точно такая же конструкция. Поэтому просто давайте запомним ее и будем использовать. То есть структурный директив ng-for позволяет нам проходиться по полевому массиву. Мы уже видели, что можно также работать с асинхронными массивами, если использовать pipe-async, но это не относится к сегодняшней теме. Поэтому давайте будем здесь выводить что-нибудь немудреное. будем выводить person name is person age is old. То есть что, друзья, произойдет? Мы нажмем на кнопку, массив заполнится, и должна сработать наша структурная директива ng-for и выдать нам список людей. Давайте посмотрим. Нажимаем. Надпись исчезает, да, ng-if срабатывает, и выводится список. Что, друзья, еще интересно с этим ng-for, то, что он позволяет создавать переменную еще одну или несколько, и использовать так называемые exported значения. Одним из них, например, является значение index, которое позволяет использовать индекс этого элемента в массиве. Ну, как мы его можем использовать? Давайте, например, вот здесь. Где-нибудь будем выводить его индекс. Посмотрим. Заодно посмотрим, это zero-based индекс или нет. Нажмем. Да, видим, что zero-based. Видите, первое 0. Ну, некрасиво показывается, поэтому будем писать здесь i плюс 1. Да? И вот теперь мы можем использовать. Значит, кроме exported value index, также могут использоваться такие, значит, такие exported переменные, как even, odd, то есть четное, нечетное. Ну, это мы можем использовать для того, чтобы подсвечивать четные и нечетные строки, например, в таблице, а также first и last. для того, чтобы первую и последнюю элементы использовать. Так. Это была у нас структурная директива ng4. Ну, и последняя структурная директива, а их всего три во втором анкуляре, это ngSwitch. Известный вам по любому языку программирования. Switch. Давайте что-нибудь напишем. Еще один div создадим. И здесь напишем ngSwitch. Интересно, что он начинается не со звездочки, а берется в квадратные кавычки. Давайте, например, в нашем случае ngSwitch будет, в принципе, выполнять ту же самую функцию, что и ngIf. Ну, давайте ngSwitch. Точно так же мы будем, как и ngIf, по длине. И у каждого свитча в любом языке программирования есть так называемые кейсы, то есть значения. Вот они-то как раз и начинаются со звездочки. ngSwitchCase. Ну, то есть, например, если у нас значение нашего свитча будет равно нулю, давайте будем выводить array из empty. Давайте второе напишем. Если он будет равен, ну, например, в нашем случае сколько у нас? 1, 2, 3, 4 элемента. Ну, давайте вот напишем 1, 2, 3, 4. Кейс, если он равен 4. Пишем array as for items, да? Также есть возможность использовать дефолтный. Дефолтное значение, если ни одно из кейсов не сработало, то есть вариант с ngSwitchDefault. ну, давайте напишем array has too many items. Да? Сохраняем. Значит, поначалу у нас array is empty. Как только мы загружаем, array has for items, да? Давайте тут изменим значит, 4 на 3, например, да? Для того, чтобы посмотреть, как срабатывает дефолт. Смотрим. Array has too many items, да? То есть все работает. Итак, друзья, во втором ангуларии есть 3 структурные директивы ngIf, которая позволяет значит, скрывать или показывать какой-то элемент в зависимости от того значит, написанный для ngIf он выполняется в true или false. Значит, есть ngFor, который позволяет проходить через массив, а также имеет некоторые важные переменные для массива, такие как индекс. И третий это ngSwitch, который позволяет задавать какие-то какое-то значение и логические кейсы для этого значения и на основе этого точно так же показывать или скрывать какой-то элемент. конечно, вместо примитивного параграфа здесь может быть большой кусок кода, может быть целые компоненты новые открываться. Поэтому эти, друзья, директивы названы структурные, потому что они позволяют менять структуру нашего документа. Значит, вторым пунктом программы сегодня у нас идут, я хотел показать вам еще несколько так называемых template directives, то есть шаблонных директив, если на русский переводить. Ну, давайте, например, вот будем экспериментировать на нашем баттоне. Первое из них это ng style. Значит, ng style. Значит, опять квадратные кавычки, друзья, вот эти звездочки, как мы поняли, только для структурных директив работают. ng style позволяет задавать массив, в который мы можем задавать какие-то элементы стиля, например, color red. Напишем. Сохраним, видим, что цвет поменялся на красный. Тут, друзья, легко сделать ошибку, если вы хотите использовать значение какой-то фиксированной строки, не забывайте писать, ставить кавычки, потому что если вы их не поставите, то что будет? Angular будет думать, что вы используете какую-то переменную под названием red, которой у нас нет, поэтому ничего не меняется. То есть, для того, чтобы использовать ее вот в таком виде, нам нужно объявить переменную типа строка и ей присвоить значение red, например. Значит, вторая возможность изменять стиль, это вместо того, чтобы писать, использовать директиву ng-style, мы можем использовать property binding, кто-то друзья не знает, смотрим видео, посвященное property binding, которое позволяет напрямую подключаться к свойствам DOM, DOM элементов. Возможно, в том видео я немножко нечетко объяснил, что такое property binding. Так вот, Angular, команда, разрабатывающая Angular 2, сделала, по моему мнению, очень дальновидный мудрый ход, они позволили подключаться к любым элементам DOM модели. Конечно, здесь есть свой подвох в том, что для того, чтобы знать к чему подключиться, вы должны знать как называются эти элементы в DOMе, то есть, когда мы используем какой-то тег и в нем пишем какие-то атрибуты, эти атрибуты не всегда один в один соотносятся с тем, что будет представлено в DOM, поэтому, конечно, неплохо бы под рукой иметь какой-то референс на DOM, на свойства именно DOM, поэтому мы можем напрямую подключиться к свойству стайл, к его свойству color, и вот тут мы уже напишем нашу переменную red. Результат отличаться не должен, и он не отличается. То есть, друзья, мы можем либо подключиться напрямую к свойству DOM объекта нашего style, либо использовать директиву ng-style. Точно такая же логика работает и с классом. то есть, если у нас есть какой-то класс, вот я создал простенький класс, назвал ее button awesome. То есть, я хочу сказать, что у меня мой класс button awesome будет срабатывать тогда, и вот здесь нужно задать логическую конструкцию, которая будет понятно выполняться в true или false, и которая будет определять, включится ли мой класс button awesome, да или нет. То есть, здесь давайте создадим какую-то переменную из awesome, и будем, дадим ей по умолчанию false, например, и вот в lot people давайте будем давать ей true. Сохраняем, смотрим, видим, что по умолчанию класс не применился, нажали на кнопку, и класс применился. И, как уже, друзья, наверное, догадались, вторая возможность это подключаться не к свойству дом класс, а использовать ng класс директиву, которая принимает параметр JSON объект, позволяющий задавать классы. То есть, мы можем задавать здесь через запятую большое количество классов и логические условия, когда эти классы применятся. То есть, в нашем случае все должно работать так же, как и работало с property binding. Нажали, подключились. Ну, вот так, друзья, значит, три структурные переменные директива показал две template директивы ng-class ng-style, ну, и последней завершающей темой у нас будет канонический стиль. Значит, что такое, друзья, канонический стиль? Значит, мы уже, в принципе, с вами запомнили вот этот вот convention ангуларовский о том, что event события у нас берутся в круглые скобки, значит, директивы и property binding у нас берутся в квадратные скобки. Помните, еще третий у нас такой convention был о том, что если мы хотим создать локальную переменную, нужно было поставить значок sharp, например, вот так, да, и назвать, например, ее button, и теперь эта переменная будет представлять собой нашу кнопку, мы уже можем ее использовать, но если вы терпеть не можете все вот эти вот кавычки, да, там, круглые скобки, вы можете использовать канонический стайл. канонический стайл, это когда, например, вместо клик ивента в круглых скобках мы можем использовать on и dash клик, значит, так мы можем заменить все наши круглые скобки, все квадратные скобки мы можем заменить префиксом bind, так, вот распрыгнуло мой курсор, bind, да, то есть везде, где вы видите квадратные скобки, вы можете заменить их вот так вот bind и dash и вот все локальные переменные можно заменить вот так ref и точно так же dash это в том случае, если вы терпеть не можете все конвенции, которые которые значит ангулар придумал и вот такой стиль написания называется canonical style канонический стиль ну на этом все друзья мы сегодня с вами рассмотрели структурные директивы template шаблонные директивы и канонический style с вами мы встретимся на следующем видео всего хорошего пока пока субтитры